Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема сегодняшнего разговора у нас это преэклампсия. Преэклампсия занимает одно из ведущих мест патологических состояний, которые страдают многие беременные. То есть статистику я приводить не буду, она в принципе у нас большая, грубо говоря. Поэтому мы будем говорить про преэклампсию. Итак, преэклампсия – это мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности после 20 недели, причем подчеркиваю, что именно после 20 недели. Характеризующийся артериальный гипертензий в сочетании с протеинурией, когда белок в моче, суточная моче составляет больше или 0,3 грамм на литр. Нередко отеками, проявлением полиорганной полисистемной дисфункции и недостаточности. Но если убрать всю лишнюю воду, то у нас получается какая картина, что преэклампсия – это синдром полиорганной недостаточности, возникающего во время беременности и связано с беременностью. То есть этиологическим фактором, согласно современным воззрениям, является именно беременность. Поэтому говорить о том, что такое преэклампсия, приходится иметь в виду, что преэклампсия – это синдром полиорганной недостаточности. И лечить ее надо, как синдром полиорганной недостаточности. На территории нашей страны утвержден протокол, который утвержден в январе 2022 года. Протокол лечения преэклампсии включает в себя… Самое интересное, кстати, почему-то он называется гипертензивный розлад. То есть он называется лечение именно гипертензивных расстройств. И почему-то все преэклампсии сквалены в одну кучу. То есть и основным ведущим считается, что основным ведущим синдром является артериальная гипертензия. Хотя на самом деле очень часто преэклампсии проявляются не только артериальной гипертензией. Могут быть преэклампсии обусловлены другими клиническими картинами, о которых мы поговорим чуть позже. Согласно классификации, международной классификации, классификации, которые используются в Украине, то вопрос ведет о том, что… Обратите, пожалуйста, внимание, что тут разговор идет, что прежде всего преэклампсии, но преэклампсии, кроме всего прочего, там еще включаются и гипертензии, включаются и другие состояния. Чем же они обусловлены? И чем они страшны сами по себе? Для матери страшны преэклампсии, прежде всего, преждевременно отслойка нормальной расположенной плаценты с развитием кровотечений. Причем кровотечения могут быть различные теологии, кровотечения могут быть различной степени тяжести, поэтому в принципе, в принципе, неприятное состояние и довольно-таки тяжелое. Следующий риск – это инсульт, развитие различных геморрагических осложнений, прежде всего, геморрагических именно центральной нервной системы. Дальнейшее ухудшение полиоргана недостаточности, то есть дальнейшее утяжеление полиоргана недостаточности. Ну и одним из проявлений является проявление ДВС-синдрома. Хотя сам по себе ДВС-синдром часто развивается на фоне любой преэклампсии, и сам по себе синдром довольно-таки интересен. Для плода какие риски? Это задержка внутриутробного роста, недоношенность, ну и вплоть до внутриутробной смерти. Конечно, состояние неприятное, которое необходимо бороться. Еще раз подчеркиваю, что манифестация преэклампсии идет с 20-й недели беременности и постепенно регрессирует после родов. От себя могу сказать, что в правом нижнем углу написано, что примерно, не примерно, а это второй триместр беременности. То есть преэклампсии начинаются с середины второго триместра и длятся у свою оставшуюся беременность до родоразрешения. В принципе, большую роль еще играет то, что преэклампсии могут поразвиваться, как синдром полиорганной недостаточности, проявляться. И чем раньше они развиваются, тем хуже прогноз. Факторы риска. Вот если честно, сколько раз замечал, факторы риска различные, факторы риска играют большую роль. Но собратьте, пожалуйста, внимание, прежде всего, что преэклампсии чаще развиваются в более старшем возрасте. То есть возраст 40 лет и более. В некоторых случаях разговоры это о том, что преэклампсии могут развиваться в 30-летнем возрасте. Чем тяжелее протекает беременность, тем больше вопросов возникает. Второе, что фактор риска – это многоплодная беременность. То есть нагрузка на организм женщины, конечно же, большин, большой и не всегда он проявляется. Отягощенная наследственность. Преклампсии в анамнезе. То есть это большую роль играет. Что касается перерыва между беременностями больше 10 лет, то сам по себе так же, как и первая беременность. Это такие факторы риска, которые выделяют зарубежные источники. Но на самом деле такого большого различия между ними и как-то такого, что можно сказать, что это играет большую роль, невозможно сказать. А также различная экстрагенитальная патология, которая ухудшает течение процесса. Теперь очень долго идут дискуссии по поводу старта. С чего начинается? Что является ключевым и что является само по себе стартом развития болезни, состояния патологического? Считается на современном этапе, что основной причиной является болезнь неправильной плацентации. Отсего могу сказать, что согласно клиническому опыту, который наблюдалось очень долгое время, при эклампсии, это прежде всего больше вариант, наверное, дезадаптации организма женщины. То есть организм женщины не всегда может справиться с повышенной нагрузкой. Грубо говоря, если женщины, организм ослаблен различными состояниями и тут еще дополнительно нагрузка идет со стороны плода, то соответственно развивается какая картина, что органы не справляются, органы и системы. И постепенно идет сбой, постепенно идет нарастание процесса. И одним из основных элементов, которые необходимо подчеркивать именно в патогенезе, один из ключевых звеньев патогенеза в развитии префломсии является именно эндотелиопатия. Эндотелиопатия является ключевым звеном в развитии процесса. Насколько это доказательно, очень трудно сказать, но возможно, как один из косвенных признаков, можно сказать, что редко бывает префломсии без отеков. Причем отеки бывают ведь разные и нельзя сказать, что отеки сами по себе развиваются и проходят. То есть этиология отеков тоже бывает разная. Мы чуть позже этого вопроса коснемся, сейчас мы будем говорить про другое. Согласно классификации, что такое артериальная гипертензия? Именно при беременности. Это когда систолическое артериальное давление больше, чем 140-90 мм т. ст. При двухкваратном измерении с интервалом не менее 4 часов. Или при однократном измерении, если систолическое давление больше 160 мм т. ст. А диастолическое больше 110 мм т. ст. То есть это основные критерии именно диагностики артериальной гипертензии. На данном слайде представлена дифференциальная диагностика между преэкламсиями, гистационной артериальной гипертензией и хронической артериальной гипертензией. В принципе основное, прежде всего, обратите пожалуйста внимание, что подчеркиваю, недаром подчеркиваю много раз в начале и сейчас подчеркиваю, что манифестация с 20 неделью беременности, это прежде всего характерно для преэкламсии. Второе, что для хронической артериальной гипертензии не характерны протеинурии, не характерны снижения тромбоцитов и другие проявления признаков полиоргана, которые проявляются при преэкламсии. То есть клиника, конечно же, очень сильно отличается. То же самое касается артериальной гипертензии именно гистационной. По современной классификации преэкламсии тоже разделяются на раннюю и позднюю. Раннюю это до 34 недели, позднюю после 34 недели. От себя могу сказать, что чисто клиническим наблюдением 34 недели, действительно, если преэкламсия развивается на ранней преэкламсии, то чаще всего пациентки заканчивают беременность в операционной и терапия малоэффективна. То есть большой процент именно досрочного разрешения в связи с неэффективностью терапии. Поздняя преэкламсия более подчеркивается. Она, то есть более, так сказать, благодарна, ее легче лечить. Но с другой стороны, если развивается более поздняя преэкламсия, то, в принципе, тут уже после 34 недели плод более жизнеспособен. Поэтому, может быть, даже и иногда удается его вытянуть. По степеням выделяют умеренная преэкламсия и тяжелая. Умеренная преэкламсия – это полисистемный синдром, который проявляется после 20 недели с давлением, повышением артериального давления. То есть в данном случае разговор пока, опять же, идет об артериальной гипертензии. Тяжелая артериальная гипертензия, видите, да, что это больше 60 на 110 и то 140 на 90. Или для тяжелой преэкламсии характерно сочетание артериальной гипертензии с другими признаками. Такими, как сильная головная боль и так далее. От себя могу сказать, что очень часто, это очень часто, клиника очень сильно отличается. И тут необходимо дифференцированно подходить именно к клиническому течению. Что еще добавить можно по клиническому течению? То есть там уже можно выработать некоторую закономерность, которую можно увидеть в этом плане. Поэтому, в принципе, клинику мы будем разбирать чуть позже. На данном слайде представлено воздействие прогестерона. Прогестерон действует тормозящее на окислительное фосфорилирование. При этом, для чего вообще это необходимо? Чтобы большая часть питательных веществ перерабатывалась и участвовала в процессах анаболизма, синтеза веществ, необходимых именно для плода, для развития плода. Поэтому можно сказать, что у самой беременной энергетический потенциал клетки снижается. Соответственно, изменяются некоторые условия и возникают некоторые проблемы, с которыми мы можем сталкиваться. Первая проблема, которая у нас возникает, это энергетические процессы, энергозависимые процессы, такие как метаболизм препаратов, активность транспортных систем, особенно электролитных систем. Все это очень сильно изменяется, то есть замедляется. И если мы обратим внимание, что для беременных более характерна именно заторможенность. Ведь недаром некоторые терапевты пишут, что у пациентов, кем беременны, наблюдается гипотериоз. На самом деле это просто идет заторможенное состояние, обусловлено воздействием именно возможных, тормозящим, грубо говоря, воздействием прогестерона. Отсюда можно сделать какой вывод? То есть клинически, клинически и воздействуя препаратами, у нас могут быть проблемы, если мы не будем обращать внимание именно на то, что процессы замедлены. И многие препараты, дозы многих препаратов необходимо снижать для достижения того же эффекта, лечебного эффекта. И кроме всего прочего, необходимо контролировать и необходимо помнить, что электролитный обмен у беременных немножко изменен. И именно под влиянием прогестерона, то же самое обмен натрия и калия идет немножко замедленно. Или может изменяться в худшую сторону. Поэтому, в принципе, если мы пытаемся коррегировать электролитный обмен воздействием, введением препаратов или наоборот, когда получаем биохимический анализ с электролитами, то нам необходимо помнить, что все-таки калий, например, это внутриклеточный электролит. Поэтому по плазме крови судить об уровне калия в клетке, ну, право же это очень даже неэтично, грубо говоря. Отсюда вытекает следующая проблема. Это реакция на критические ситуации. То есть у беременных чаще идет декомпенсация, быстрее идет декомпенсация на многие критические ситуации. И беременные в этом плане наиболее подвержены именно критическим ситуациям и быстрее срываются. Но с другой стороны, они более благодарны именно при лечении. Что необходимо еще добавить? Я напоминаю вам механизм транскапиллярного обмена. Чаще всего мы сталкиваемся с фильтрацией абсорбции, в большей степени с диффузией. Это и идет процессы под воздействием таких, как осмолярность, анкотическое давление и так далее. Все, мы не будем это углубляться, в принципе, оно возможно. И третий механизм, это микроизигулярный передвеноз, он более, так сказать, энергетически зависим. На данном слайде представлен гемокапилляр. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь капилляр сам по себе с непрерывной эндотелиальной клеткой. И если мы говорим о том, что это чем-то, то это вообще вариант нормы. На другом слайде представлен уже капилляр с финистрированным эндотелием. Это может быть как один из вариантов нормы. В некоторых органах он представлен как вариант нормы. С другой стороны, финистрация развивается именно во время беременности. Именно на фоне финистрации идет ухудшение состояния. Почему? Потому что нарушается не только водно-электролитный обмен, но и ухудшается именно онкотическое давление. Почему? Потому что онкотически активные белки выходят в интерстиции в большем объеме, чем положено, так сказать. И они сами по себе подтягивают с собой воду. То есть изменяется водное наполнение сосудов. Соответственно, с ухудшением или с увеличением тяжести гиповальмии внутрисосудистой. То есть, грубо говоря, получается, что вода из сосудов уходит в интерстиции с развитием отеков. Причем отеки могут быть как видимые, так и невидимые. Если мы вспомним картину, если мы вспомним схему, примерную распределение воды в организме, вы обратите, пожалуйста, внимание, что у нас в среднем это распределение воды в организме человека небеременного, так сказать. Это норме в небеременности. Потому что доказано, что во время беременности в норме интерстициальный объем увеличивается на 33%. То есть, соответственно, вода в интерстиции становится немножко больше, чем представлено в данном слайде. И недаром говорят, что у беременных по ЦК увеличено некоторым источникам до 80 мл на килограмм массы тела. Поэтому, в принципе, мы должны помнить, что не всегда временно изменяется водная составляющая. И за счет, в большей части, идет увеличение за счет интерстициальной воды. И в меньшей степени за счет внутри сосудистого компонента. Этим слайдом я, наверное, хотел напомнить просто-напросто, для чего совершенно необходима вообще интерстициальная вода. Вы прекрасно себя представляете. Я, наверное, все-таки напоминаю, что в основном интерстициальная жидкость это прежде всего транспортная система, которая транспортирует необходимые вещества для жизнедеятельности клетки. Потому что не все клетки контактируют именно с микроциркуляторным руслом. И представьте себе, что будет, если у нас увеличивается объем интерстициальной жидкости больше, чем положено. То есть получается, что клетки будут недополучать эти вещества, потому что они просто, и кислород, потому что просто они будут доходить. Это то же самое, как если мы наблюдаем, когда у нас идет выраженнейшее обезвоживание организма. То есть просто-напросто интерстиция пустой, и вода теряется. Интерстиция пустой, и не доходит до клеток. Развивается в конечном итоге вплоть до некроза клеток. Поэтому, в принципе, что мы можем сказать? Что увеличение объема интерстициального, это не всегда хорошо. Но, с другой стороны, уменьшение его тоже нехорошо. Для беременности более характерно именно увеличение интерстициального объема, причем в большом количестве иногда. Иногда вплоть до, если вопрос идет об анасарке или больших объемах кровоотеков, то до 4-5 литров смело можно сказать, что воды лишней в организме есть. Поэтому, учитывая эту клинику, учитывая это звено, очень интересно звучат рекомендации некоторых авторов, которые предлагали, сейчас от этого отказались, но все равно предлагали проводить инфузионную программу кристаллоидами. До сих пор непонятно, зачем, с какой целью. При этом они оговаривали, что необходимо контролировать дыхание, то есть, потому что высокий риск развития отеколеки. Простите меня. А зачем тогда вообще инфузионную программу проводить кристаллоидами, если они все кристаллоиды уходят сразу же в интерстиции? Цель какая? То есть, вопрос сам по себе до сих пор открытый. То есть, рекламсию сам по себе, и скажу честно, рекламсия, грубо говоря, такая цель, которая не любит кристаллоиды. То есть, если вы пытаетесь проводить интенсивную терапию, либо просто инфузионную программу, пожалуйста, воздержитесь от кристаллоидов, тем паче от физиологического раствора. Причина. Мы сейчас чуть-чуть позже откоснемся. Обещал вам напомнить, как развиваются отеки. На данном слайде они представлены. То есть, отеки могут быть различными теологическими причинами развиваться. Одним из них это либо гемодинамические нарушения, что характерно больше для кардиальных отеков, либо онкотические нарушения. Ну, кстати, вот заболевания почек и гемодинамические нарушения в некоторой степени даже сопоставимы. В принципе, они одинаковые. Ну и специфические такие отеки, как это воспалители, аллергические. То есть, в принципе, это все у нас и так понятно. Вот почему-то мне вот интересует всегда вопрос, почему даже акушеры забывают о таком интересном показателе, как норма прибавка массы за беременность. Да, иногда бывает или не иногда, но часто бывает. Да не часто, но бывает, что у пациентки масса тела увеличивается за счет именно эндокринопатических состояний. Ну, извините, пожалуйста, все равно не в этот критерий необходимо помнить и необходимо применять. В чем он говорит? Что если приходите к женщине, и у нее вместо на 32-й неделе, 33-й неделе, вместо положенных 8 килограмм прибавки, например, женщина говорит, что я уже 14 килограмм добавила. Так извините меня. Ясный идет вопрос. При этом нельзя сказать, что она может даже выглядеть сухощавой. О чем это говорит? Это говорит о том, что большой объем скапливается в внутренних системах, в внутренних тканях. Видите, что вода накапливается, до 5 литров воды может накопиться в жировой и соединительной ткани. То есть это называется скрытые отеки. О них мы постоянно почему-то забываем. Буквально несколько дней назад смотрел женщин на операции, то есть там показания были другие, не при этом все. Но на что обращаешь внимание? Отеки выражены. Отеки выражены до второй степени. Второе. Спрашивая прибавка, сами по себе женщины нормоостенические, прибавка массы составляет до 38-й недели 14 килограмм. То есть явно идут уже, пошли процессы накопления воды в интерстиции. То есть необходимо что делать? Конечно же, необходимо немножко коррегировать инфузионную программу с целью уменьшения при использовании тех же самых кристаллоидов, чтобы не получить неприятности. Таким образом, что у нас получается? Еще раз подчеркиваю, что так как при большом объеме интерстиции кристаллоиды означает, ну, право же, немножко казуистично. Поэтому больше предпочтения отдается именно каллоидным препаратам. Почему? Потому что нам, особенно на фоне преэкломсии, на фоне внутренне сосудистого запустения, то есть снижения, нарастание гиповолемии имтрисосудистой за счет того, что вода вся ушла в интерстиции. Значение препаратов кристаллоидной группы, они, правда же, сами по себе довольно-таки проблематичны. И тут больше вопросу, как идет, об каллоидной группе. А как мы можем мониторить проницаемость эндотелия? А в этом плане нам может очень хорошо помочь протеинурия. Почему? Потому что при повышенной проницаемости эндотелия сосудов в почках ухудшается обратная реабсорбция многих протеинов, в том числе альбумина. И альбумин уходит, и только альбумин белок уходит спокойно с мочой. И, соответственно, нам мы можем сказать, что один из показателей действительно является протеин урия. Но не забываем, что протеин урия – это один из косвенных признаков. Очень много может быть наводок. Например, плохо провести листанацию перед забором анализа. Второе. Может быть, было в случае, когда на фоне пилонефрита, обострение пилонефрита, вырастал протеинурия, что приводило к ложной диагностике под реприклом СИИ. Хотя разговор там прежде всего шел об пилонефрите. Что можно сказать еще? Повышенная непроницаемость эндотелия в общей практике – это имеется в виду интенсив общей практики – мы чаще всего можем наблюдать у пациентов с септическим шоком. При этом я что-то слишком не помню, чтобы пациентам с септическим шоком вводили большие объемы кристаллоидов. Опять же таки, тут разговор идет прежде всего об коллоидных препаратах. Причем в некоторых случаях желательно, чтобы коллоиды имели разветвленную структуру для того, чтобы хуже проникали через финистрированный капилляр. Поэтому, в принципе, не надо забывать, что у нас пациенты с прейклом СИИ, им желательно все-таки, если мы ведем разговор об инфузионной программе, это на различные манипуляции, то лучше всего, конечно, использовать коллоиды. От себя еще добавлю, что гипоинтензивные препараты, да, это хорошее дело, но, грубо говоря, получается какая картина. Назначая гипоинтензивные препараты, мы боремся с самим организмом. Почему? Организм поднимает давление по одной простой причине. У пациентки, вернее, даже не так, у плода на фоне нарастания гиповолемии, то есть прорональная форма поражения, острого поражения почек, грубо говоря, вплоть до этого состояния. Так вот, на фоне нарастания гиповолемии начинает страдать плод. Соответственно, выбрасываются биологически активные вещества, которые повышают артериальное давление для того, чтобы улучшить кровоток, что приводит к замкнутому кругу. То есть на фоне назначения гипотензивных препаратов мы боремся с самим организмом. И если нужно ли это делать, а может что-то проще сделать другим способом, как-то вопрос почему-то не возникает. И очень зря. На данном слайде представлено, как я и обещал, данные по осмолярности плазмы крови. Братите, пожалуйста, внимание, что в процессе нарастания, так сказать, беременности, то есть в третьем утриместре, осмолярность плазмы крови снижается. Называется это физиологическая аутогемодилюция. Поэтому многие так называемые физиологические препараты, такие как физраствор и тому подобное, для беременных уже практически, можно сказать грубо, будут гипертоническими. И, соответственно, ухудшать общее состояние. Поэтому, если вы решили провести инфузионную программу, первое, там необходимо соблюдать два правила. Первое. Объем минимальный. Насколько этого вообще минимального? Чем меньше, тем лучше. И второе. Кристаллоиды практически желательно не вводить. Если использовать кристаллоиды, то лучше использовать полиионные растворы, так как они в этом плане более-менее подходят. Теперь переходим к клинике. Клинически представлено может проявляться следующее. Клиника может быть как клиника вегипетопатии, либо эндокринопатии, они часто очень сочетаются. Кроме всего прочего, клинические проявления можем с преимущественным поражением печени, нефропатии, иммунной системы, системы гемостаза, поражением легких. Это основные синдромы, которые могут возникать при обследовании пациенток. То есть могут быть сочетания, может быть это. Но чаще всего проявляются, прежде всего, именно эти синдромы. Отсюда можно предположить следующий небольшой такой алгоритм. Если пациентка предъявляет жалобы на тяжесть в эпигастрии, либо в правом подреберии, либо чувство неприятное в правом подреберии, либо боль, не дай бог, в правом подреберии, то тут необходимо проводить дифференциальную диагностику, необходимо обследование проводить на наличие поражения печени. Любого поражения печени. То есть что такое боли в эпигастрии, боли в правом подреберии, это прежде всего, чаще всего, вернее будем говорить, напряжение эвкалиционной капсулы на фоне того же самого, либо отека, либо других поражений печени. Напряжение печени, которое может приводить к неприятным последствиям. Если этой клиники нет, то может быть другое. Если есть жалобы на головную боль с мельканием ушек перед глазами, либо просто головную боль с локализацией в теменной области, в затылочной теменной области, то тут прежде всего необходимо исключить, провести дифференциальную диагностику, исключить вегета, либо эндокринопатии. Одним из таких вспомогательных методов является измерение артериального давления на правой и левой руке и сравнение. Если разница в больше 10 мм в плотном столбе, то есть очень характерно для вегетопатии именно, что на одной руке 130-70, например, на правой и другой руке в это время 160-100. То есть, в принципе, тут разговор можно говорить, разговор вести об вегетопатиях. И, соответственно, применять различные методы воздействия. Если же у нас идет разговор о том, что у пациента давление шкалит, извините, другое слово я не могу сказать, потому что на 200 на 120, либо на 180 на 130, причем чаще всего на обеих руках оно примерно одинаково, то есть с разницей меньше 10 мм от одного столба. При этом чаще всего пациентка не предъявляет никаких жалоб. Чаще всего спрашиваешь по поводу чего, как вы определили давление. Он говорит, просто пришла на консультацию, либо просто дошла, померить давление. Померили и начали все суетиться. То есть давление очень высокое. То тут разговор, прежде всего, должен идти об нефропатии. То есть первичный дифференциальный диагноз на основании клиники можно провести на основании именно жалоб. В дальнейшем уже проводятся соответствующие параклинические методы по контролю, для которых подтверждают. Ну, тут в данном слайде представлена клиника вегетативных нарушений. Взято это и из руководства, не украдено, а взято у невропатологов. У них давно известно, что вегетативные нарушения проявляются, могут проявляться головные эмболи, и, опять же, локализация чаще всего. Затылочная теменная. Мелькание мушек перед глазами. Это все списано именно с руководства неврологического. Так что мелькание мушек перед глазами чаще бывает и в общей практике. А дышка чаще всего смешанная. То есть нехватка воздуха идет. Пациенты начинают жаловаться, что не хватает обычно воздуха. Это бывает такое. Кожный покров, извиняя краски кожных покровов, больше на бледный гермографизм тянет. Тремор. Ну, тремор не всегда бывает. Это может быть одним из проявлений. Вообще клиника очень сильно напоминает некоторые явления тереотоксикоза, конечно. Но на самом деле это все-таки более характерно для вегетопатии. Разница на артериальное давление. И одним из проявлений при эклампсии является отеки. Какие методы обследования для того, чтобы мы могли подтвердить, что разговоры об вегетопатии. либо исключить другие, более тяжелые диагнозы. Прежде всего, контроль протеину РИ и биохимический анализ крови, который мы должны контролировать. Прежде всего, это гематокрит, тромбоциты, трансаминазы и некоторые печеночные пробы. Обязательно необходимо спросить прибавку массы за беременность. По индексу массы тела просто, по-моему, прибавка за беременность именно массы тела. Поэтому это необходимо делать. Желательно делать. Но отсюда мы можем спокойно уже выходить на методы лечения. При поражении печени, то есть, когда у нас боли в тяжести в правом подреберье, в эпигастре, чаще всего бывает тошнота, может быть рвота, выраженная слабость. Ну уж если желтуха появилась, тут уже, извините меня, и так понятно, что разговор, прежде всего, идет об процессах, каких-то печеночных процессах. На данном слайде представлено дифференциальная диагностика желтух. Желтухи бывают разные. Если могут определяться по интенсивности, по цвету кожных покровов, то есть, желтухи бывают, ну тут трудно здесь сказать, потому что сам по себе очень часто гепатозы стараются пролонгировать. и в отличие от тех же самых других процессов, когда идет жесткое поражение печени или процессы идут с выраженным гемолизом, то в принципе некоторые процессы гепатозы могут проводиться и лечиться, и пролонгироваться. но необходимо, конечно же, проводить мониторинг постоянный и контролировать, насколько ухудшается, если идет ухудшение функции печени, то, конечно же, прежде всего, идет вопрос об быстром разрешении. Какие синдромы угрожаемы при печеночных проблемах? Прежде всего, самое неприятное, самое мощное, это интоксикация. Интоксикационный синдром, он более выражен при печеночных проблемах, отсюда идут энцефалопатии и гемодинамические нарушения. Кроме всего прочего, очень часто развиваются различные другие процессы, которые необходимо дифференцировать. Обследование. При печеночных проблемах прежде всего, конечно же, на первое место уходят печеночные пробы. Это и уровень билирубина, это и уровень синтеза белков, что самое интересное, что необходимо обязательно контролировать синтез факторов свертывания крови, потому что многие факторы свертывания крови, это протромбиновый комплекс, например, фибриноген, они синтезируются именно в печени, они страдают в первую очередь, когда идут поражения функции печени. поэтому, если у нас разговор идет об поражениях печени, идет нарастание поражения печени, то бойтесь коглопатей, бойтесь коглопатических кровотечений, то есть, мы пациент, когда вы должны быть готовы к проведению мероприятий, направленных на нейтрализацию коглопатии, то есть, это и искусственные факторы свертывания крови, это и естественная свежезабороженная плазма, это и фибриноген, и другие показатели, то есть, в принципе, мы должны быть готовы, что у нас будут проблемы. Какие наиболее распространенные ошибки? Если нарастание поражения печени, ни в коем случае нельзя пролонгировать беременность. Это основная ошибка. второе, что необходимо помнить, что печень, в синтезе печени синтезируются многие факторы свертывания крови, поэтому, в принципе, очень часто необходимо об этом помнить и принимать соответствующие меры, то есть, не забывать о том, что печень и коглопатия две взаимосвязанные величины. какие клинические проявления нарушений рениногидной, то есть, какие клинические проявления и идут нарушения именно нефропатии? Взято из-за нефрологии, сразу говорю, это не акушерская нефрология. Что на себя обращает внимание? Обычно пациентки, которые страдают нефропатиями, ну, вообще беременные, они все считаются молодыми, грубо говоря, если уже по классификации ВОЗ идти. Поэтому молодой возраст, высочайшие цифры артериального давления при отсутствии желоб. Это по данным нефрологии очень характерно именно для поражения рениногидной гальдостороновой системы. Что еще необходимо сказать? Что идет нарастание дезюрических явлений? Очень интересно стать проявлением, в чем оно выражается. В начальных стадиях идет снижение общего суточного объема диуреза. При этом пациент жалует, что она бегает часто. Но моча выделяется малыми порциями. В дальнейшем идет нарастание проявлений, нарастание олигурии, будем говорить так. И снижение, вплоть до развития онурии. То есть идет снижение функции почек, то есть снижение и улучшение. При этом обычно пациенток, честно роду, тловатые они обычно. И тут ничего не скажешь. Кроме всего прочего, отеки рук и ног, мышки под глазами. Но вы помните дифференциальную диагностику отеков, можно сказать, что отеки теплые, потому что при других формах они не такие, и другие немножко. Кроме всего прочего, обратите пожалуйста внимание, дифференциальная диагностика снижает развитие острова поражения почек. То есть в основном на первом месте стоит проренальная форма. Реже бывают ренальные, когда пациент заинтересованы сами почки, тогда уже действительно тут вопрос идет уже об ренальных формах. А сначала идет проренальная форма, то есть снижение уровня воли мии. Отсюда идет снижение самого диуреза. То есть когда пациент жалуется, что она бегает часто, малыми порциями это как раз идет нарастание именно явлений гиповолемии дрисосудистой и при этом очень часто пациенты либо могут быть сухощавыми, наоборот отечными ну прямо аносарковым говорим. Поэтому в принципе в принципе проренальная форму необходимо лечить. Но боюсь, что гипотензивные препараты в этом плане очень мало помогут. Какое обследование проводить при невропатиях или подозрениях на невропатии? Первое и самое главное контроль диуреза четко контролировать диспочасовое диурез в данном случае может быть это уже слишком сказано, но по крайней мере контроль диуреза то есть мочу надо смотреть. Второе обязательно смотреть почечные показатели такие как мочевина кретинин калий натрий ну как я уже вначале сам говорил с учетом воздействия прогестерона калий может быть немножко показатели немножко искажены поэтому тут необходимо кроме биохимических параметров смотреть еще и косвенные признаки электролитных нарушений это такие как интересоваться например тем же самым различными проявлениями нарушения функции живлевышно-кишечного тракта либо кардиальными проявлениями то есть необходимо посмотреть и контролировать но кроме всего прочего обязательно смотрится при любой преклампсии смотрится в общем анализе крови смотрится контролируется именно красная кровь какие распространенные ошибки мне честно говоря помните до сих пор случай когда у нас опытный вроде бы анестезиолог который решил полечить женщину так же как интоксикационный синдром то есть на фоне проренальной формы именно нефропатии влил полтора литра ренгера и потом попытался это все вывести лазекса пациентка давление до пациентки давление было 160 стало 200 и пациентка загремела в областной роддом было еще очень давно вопрос в том что если вы не справились с явлением гиповолемии лазекс категорически противопоказан по этому принципе желательно чтобы лазекс использовался только тогда когда вы уверены что вы справились с явлениями гиповолемии антрисосудистой следующее если идут нарастания функций нарушения функций почек именно ренальная форма остропорожения почек то беременность мы не пролонгировать не сможем вообще у пациентки с нефропотеями они самые неприятные самые тяжелые почему чаще всего развивается на 30-32 неделе у них явление преклампсии и чаще всего пациентки несмотря на все наши усилия обычно заканчивают беременность в операционной либо ну чаще всего операционной то есть очень тяжело вести пациенток с нефропотеями и они очень редко когда особенно на ранних сроках как я уже сказал 30-32 недели 29-я неделя очень тяжело их вести и очень редко они когда удается с ними справиться с преклампсией поэтому нефропотея это камень прескновения так сказать иммунопотея утрированно грубо говоря к иммунопотеям можно отнести и такие страшные синдромы как HELP и HELP синдром почему обратите пожалуйста внимание когда мы говорим об HELP синдроме шум проявляется эмолиз повышение уровня трансаминаза и снижение тромбоцитов нарастание тромбоцитопении трансаминаза нарастает на фоне гипотолиза то есть разрушение гипотоцитов то есть получается какая картина то есть и там и там идет работа идет лизис то есть процессы эти полисиндромные полисистемные то есть разговор идет о том что можно сказать что это иммунопотея кстати если вы обратите внимание то есть если вы посмотрите то терапия это HELP и HELP синдром она в большей части направлена именно на снижение активности иммунной системы это и гормоны это и другие процедуры и поэтому можно сказать что HELP и HELP синдром это одно из проявлений иммунопотея кроме этого очень часто бывают различные явления аутоиммунные явления у нас был один случай очень интересный да не один много раз когда на фоне беременности начинались поражения шло резкое поражение не резкое поражение вернее а неприятное такое поражение кожных поколов с развития различных высыпаний вплоть до чуть ли не синдрома Лаэлла и поэтому в принципе аутоиммунные процессы они одни из них приятны и было несколько пациентов много раз это бы наблюдалось когда на фоне жалуются пациента просто что любая патология которая в округе появляется инфекционная инфекционная вирусная обязательно прикрепляю пациентки попадает пациентка и начинает болеть в самой неприятной форме поэтому приобретенный иммунодефицит тоже является одним из проявлений иммунопатии что конкретно хочется сказать про HELP и HELP синдром характеризуется высокой материнской смертностью до 75% унисильная смертность очень высокая обусловлены может быть различными причинами и высокая перинатальная смертность до 79% клинически проявляется гемолизм в лечении активности печеночных ферментов и тромбоцитопении HELP синдром то же самое только без гемолиза чем они неприятны чаще всего HELP синдром так же как HELP клинически проявляется после родоразрешения манифестация идет до этого только по некоторым посленным признакам которые описаны на данном слайде это еще описаны так сказать авторами которые сам по себе HELP синдром первоначально описали они клинику вырытили причем прежде всего тошнота рвота боли ВПГ гастральные в области правом подреберья тромбоцитопении нарушения функции печени достигается при HELP синдроме максимумового родителя обратите пожалуйста внимание спустя 24-48 часов после родов то есть до родов она может быть практически невыражена либо выражена очень слабо а основная манифестация после родов поэтому когда мы рассматривали небольшой алгоритм то подчеркиваю еще раз боли в эпигастре правом подреберье пожалуйста настороженность контролировать состояние пациентки и не пускать ее из виду в связи с тем что может развиться такое неприятное состояние чаще всего хелп синдром страдает награжавшее причем чем больше родов план абнезе тем хуже и тяжелее идет выраженность процесса почему я включил свою лекцию своего так сказать разговор именно ДВС синдром у нас несколько раз к нам в областную роддом поступали пациентки с явлениями ДВС синдрома причем явления очень интересные на после перенесенных инфекционных процессов именно вирусных это был грипп это было до ковида пациенток развивалась тромбофилия и очень часто развивались тромбозы вплоть до развития тромбоэмболи легочной артерии они были приходящих мелких ветвей но все равно они развивались и приходилось принимать меры то есть в принципе это может быть явление ДВС синдрома связанное с наухудшением чаще всего именно ухудшение идет анти антидромбина 3 и гепарина клеевы снижения активности системы фибринолиза диагностика ну это уже я вам показывал еще раз напоминаю коагуляционный гемостаз слагается все-таки из трех этапов и чаще всего идет нарушение либо фиброаналитической системы либо ухудшение именно антикоагулятной системы что необходимо как проводить диагностику ну если честно то большей частью ДВС синдром лучше всего диагностировать с помощью тромбоэластографии либо протема почему потому что нам необходимо смотреть динамический процесс потому что если будет будем смотреть только протрамбиновый комплекс либо показатели системы гемостаза то есть это коглограмма так называемая то в принципе она может не показать если покажет то это уже на более поздней стадии когда уже практически ловить то нечего и приходится придется очень тяжело бороться именно не тяжело бороться а именно бороться за пациента поэтому необходимо именно динамические показатели то есть это тромбоэластограф либо РТ и необходимо это просмотреть динамики при этом что необходимо еще обращать внимание конечно же необходимо обращать внимание на сам процесс и в чем проявление было несколько пациентов у нас поэтому я это тоже включил когда поступали на фоне вроде бы такого явления никаких явлений не было и развивался отек легких сначала этого нарастания было шло от дышки потом с развитием отека легких причем классического отека легких и при этом никаких явлений больше не было поэтому в принципе мы уже так сказать насторожены в этом процессе если пациентка идет с одышкой то конечно же необходимо помнить что может быть отек легких на фоне рекламсии так сказать одна из легочных форм чего он неприятно тут необходимо провести дифференциальную диагностику с другими патологиями самое неприятное это перепортальная кардиопатия второе что может быть это отек легких развиваться именно на фоне гетерогенных процессов те же самые кристаллоиды несчастные о которых я вам говорил почему разговор это кардиопатия один ну у нас прошло несколько кардиопатий чем они неприятные если вы посмотрите на правом слайде сердце сглаженной талии оно шарообразное то есть оно практически получается увеличено в объеме это патогенетический механизм это выписано то есть и отек легких на фоне кардиопатии он более неприятен и очень много бывает неприятных моментов вплоть до летального исхода патогномичным признаком перепортальной кардиопатии является снижение фракции выброса меньше 45% это макропрепарат кардиопатии это для общего развития вам чтобы вы знали что увеличено сердце видите оно талия сглажена само оно увеличено и очень большое будем говорить так итак клинику мы прошли теперь что касается самой интенсивной терапии при экламсии сами по себе необходимо все-таки обращать внимание на пациентов с преэкламсиями чаще всего почему вообще развелась лекция тут написано видите что легкое среднее и тяжелое это старая классификация сейчас умеренное и тяжелое легкое практически мы не будем не будем указывать почему потому что в отделении интенсивной терапии попадаются пациентки начинают попадаться пациентки с преэкламсией умеренные когда клиника у них начинает уже тяжелеть так сказать от себя могу сказать что клиника преэкламсия может дотяжелять в течение нескольких минут от легкой до тяжелой тут она непредсказуемая главное смотреть как проводится интенсивная терапия как вообще проводится терапия поэтому в принципе надо обращать внимание на клинические проявления и на показатели которых мы смотрели выше что такое динамическое наблюдение очень часто мы почему-то забываем что такое поэтому я кратенько вам написал что контроль альтериального давления при умеренной преэкламсии проводится каждые 6 часов при тяжелой каждой ежечасной но хочу добавить что вообще по всем современным рекомендациям тяжелой преэкламсии дается час вернее даже меньше больше чтобы пациентку либо подготовить операции либо провести интенсивную терапию то есть когда срочным родоразрешением хотя сам по себе обычно час это мало обычно доводится до суток в течение суток смотрится если пациентка едно улучшение то вопрос решается оперативным родоразрешением если пациентка улучшается то соответственно лечится дальше что еще обращаю внимание почему-то акушеры переводят пациентку в интенсив и благополучно не забывают что касается эксплуатации и кардиотокографии согласно современным требованиям динамическое наблюдение включая в себя умеренной при экламсии к аспектации и провести к кальтиотокографии каждые 8 часов а если тяжелая то каждые 15 минут тоже по сутке напоминаю еще раз высокий риск антенатальные страдания плода и поэтому необходимо это контролировать общий анализ мочи при тяжелой при экламсии каждые 4 часа при померенной ежедневно то есть в принципе у нас чаще всего именно идет процесс наблюдения за умыренный при экламсии сейчас мы с вами вспомним некоторые принципы пато физиологии развития гипертензии и физиологии как регулируется артериальное давление чтобы нам легче было разобраться как же нам подбирать гипотензивную терапию потому что по рекомендациям рекомендуется так сказать нам назначать гипотензивные препараты а вот как их назначать почему-то не говорится на самом деле все очень просто артериальное давление формируется из двух показателей которые вы знаете да это работа сердца чтобы дисталлическое артериальное давление так немножко упрощенное чтобы не запутаться дисталлическое артериальное давление формируется двумя это периферическое противление сосудов и объем циркулирующей крови. Тонус сосудов контролируется тремя системами. Это общая упрощенная схема, но она более простая, чтобы мы могли ее регулировать. То есть это и симпатический модел вегетативной нервной системы, и ревинокитензинно-альтостероновой системы. На данном слайде представлено патопизиологический механизм формирования конструктивной системы организма, которая включает в себя как норадреналин, так и другие показатели. При этом не забываем, что ионы кальция обладают тоже конструктивным эффектом, поэтому увлекаться ионами кальция на фоне при эклампсии очень не рекомендуется. И со стороны ленино-ангиотензина-альтостероновой системы хорошо работает ангиотензин-2, который является очень мощным вазоконстриктором. Отсюда идет один из вариантов лечения артериальной гипертензии, именно почечной, являются ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, потому что они обладают выраженным обликсом, который представлен на данном слайде. Таким образом, нам необходимо контролировать при нефропатиях, необходимо контролировать работу ленино-ангиотензина-альтостероновой системы. Поэтому, может быть, и правы некоторые авторы, которые предлагают начать ингибиторы альдостерона, потому что в конечном итоге альдостерон тоже вызывает неприятные эффекты, которые развиваются у беременных. Поэтому, в принципе, альдостерон означается иногда очень даже обоснованно. Вторым гормоном, который очень неприятен, это базопрессин. Мы его реже, так сказать, на него воздействуем, но сам по себе вазопрессин тоже вызывает те эффекты, которые вы видите. Что является у нас основным, так сказать, стимулятором выброса вазопрессина? Прежде всего, это повышенная спалярность плазмы крови. При этом, обращая клинически, это проявляется с чувством жажды, сухостью языка. То есть, вы, когда посмотрите пациентку, обращайте внимание, просите показать язык. Обычно он сухой у пациентов с выражением. Это вообще характерно для пациентов с гиповолемией, но и характерно именно для пациентов, у которых гиповолемия, в том числе и рекламптическая. И, соответственно, необходимо принимать меры, то есть, снижать осмолярность плазмы крови таким образом. Прежде всего, все-таки, думается, что на первое место необходимо проведение не только гипоанзивной терапии, но и малых объемов терапии инфузионной. Теперь разговор пойдет в работе сердца. Работа сердца включает, ну, систолическое второе давление формируется с работы сердца на фоне диастолического давления, то есть, как по подпорке. В чем она проявляется? Гемодинамическими изменениями, которые регулируются работой вегетативной нервной системы, симпатодреналовая в основном. И, в некоторых случаях, генозным возвратом. Вегетативная нервная система, в данном случае, работает, прежде всего, симпатодреналовая. Вторая система, которая регулирует терапия давления, тренинг, гипоталямо-гипофизарная система. Третья, гипоталямо-гипофизарная система. Ну, и каликориокинейная система на большином местном уровне регулируется. Теперь мы вспомним, как у нас сформируется артериальная гипертензия. Что характерно вот именно для пациентов с кардиальными отеками, с кардиально-артериальной гипертензией. То есть, например, гипотоническая болезнь, различные проявления. Чаще всего здесь объем плазмы увеличен. И, соответственно, для того, чтобы снизить нагрузку на сердце, пациенту назначаются диуретики. В случае при экламсии наблюдается обратная картина. Объем плазмы снижен, причем значительно снижен. Выражена гиповолемия. Соответственно, назначение диуретиков в этом случае неэффективно и даже на некоторых случаях опасно. Клинически как это проявляется? Повышение артериальной давленности, повышение объема циркулирующей плазмы проявляется, прежде всего, кардиальными отеками. Не обязательно кардиальными. Это может быть такие, как при нефропатиях. Либо перегрузка центральной сердечно-сосудистой системы. Снижение уровня плазмы проявляется. Повышение артериального давления может быть. Это характерно для беременности. Второе – это жажда. Снижение диуреза, то есть проявление именно гиповолемии внутри сосудистой. Если мы возьмем общий анализ крови для беременных, это характерно все-таки во втором-третьем триместре снижение гематокрита. Гематокрит в норме составляет в третьем триместре где-то в среднем 36. У Крекламси это где-то больше 38-40-42. Это для беременной. Это очень густая кровь. То есть у пациента явно идет сгущение. Отсюда какие методы лечения, гипотензивные методы лечения препаратов, которые могут работать при нарушениях вегетативной нервной системы. Это просто напоминание, что на сегментарном отделе вегетативной нервной системы работают на первом месте это седативные препараты, магнезия. Может работать неплохо ДОПЕГИД или ДОПЕГИД не подумайте, что это реклама идет. Фирма это просто препарат. Плофелин и вегетомодулятор. Но вегетомодулятор сейчас практически не используется, потому что много эффектов побочных идет. На сегментарный отдел что больше влияет? Периферические вазодилататоры. Магнезия, опять же таки, у нее комплексный эффект. Бета-блокаторы. И блокаторы кальциевого канала. Это группа виропамила. Препараты эффективны при нарушении функции риньоангитензина-альдестероновой системы. Ингибитоэронгитензин превращающего фермента. Периферические вазодилататоры. Блокаторы кальциевых каналов. Нефигипин. Ну и диуретики. Ну и для лечения все-таки снижения объема циркулирующей плазмы рекомендуется в общей практике использовать коллоидные препараты для того, чтобы подтянуть воду с отеков. Какие препараты не рекомендуется использовать во время беременности? Прежде всего, это ингибиторы от генетезин превращающего фермента и блокаторы ангитензиновых рецепторов, вызывая синдром задержки развития именно риньоангитензина-альдестероновой системы плода. Постмодиуретики категорически противопоказаны во время беременности. Извините меня, при финистрированном капилляре все высокоатомные спирты, они очень легко уходят в интерстиции, вызывая 100% случаев синдром рикошета. Поэтому диуретики, остматические диуретики желательно избегать и желательно не использовать. И салуретики использовать только по жестким показаниям. Как мы будем лечить пациенток именно вегетативных нарушений? То есть, если мы клинически определили, что у нас пациентки наблюдаются или именно вегетативных нарушений, то первое место занимает это седация и назначение магнезии. Магнезия может быть назначена в дозах 20 грамм в сутки. Это очень много сухого вещества, обычно 15-12,5 граммов сухого вещества в сутки. Можно использовать либо инфузоматом, либо на фоне инфузии коллоидных препаратов. Эффект очень неплохой, очень хороший эффект. Вегетатики очень благодарны, так сказать, пациенту. Они легко реагируют на это. Седация у пациенток и таких пациентов тоже занимает одно из ведущих мест. То есть, необходимо снижение активности вегетативной нервной системы, снижение активности именно симпатологического отдела вегетативной нервной системы. И, соответственно, можем назначать эти препараты. Если уже не справляемся, то, конечно же, назначается допигит. Только допигит назначается, если он назначается, то назначается он по схеме. Почему? Одна таблетка допигита, она не оказывает никакого эффекта. Если назначили допигит, то будьте любезны, 3 раза в сутки назначается минимум по рекомендациям. Меньше, смысла просто допигит и нет. И если уже нарушил выраженные явления, то можно назначить бета-блокатор. Магнезиальная терапия. Ну, это рекомендации общеизвестные. То есть, я просто их напоминаю, что стартовая доза магнезия 4 грамма сухого вещества в течение 15 минут. Поддерживающая доза 1 грамма сухого вещества в час. Вот я могу сказать, что в современном этапе рекомендуется, по современным рекомендациям магнезию рекомендуют назначать как антиконвульсант. Хотя, на самом деле, это многогранный препарат, поэтому, в принципе, нельзя говорить, что магнезию только как профилактика конвульсии. Оприлактика всем магнезия обладает эффектом еще и снижает активность именно вегетативной системы и оказывает гипотензийный эффект, как периферическим своим действием, так и центральным. И кроме всего прочего, все-таки неплохие результаты были назначения коллоидных препаратов из группы гидроксиэтилокрахмала в этом случае. Мониторинг магнезиальной терапии, авторальное давление. Ну, честно сказать, каждые 20 минут авторальное давление на ходе магнезиальной терапии, это, конечно, слишком сказано. Обычно меряется авторальное давление, чем реже, но при этом обязательный контроль диуреза. Обязательный контроль диуреза, чтобы не было побочных эффектов. Завершение магнезиальной терапии. Ну, стойка снижения авторального давления. Вот это один из основных. Если мы лечим судороги, то тогда уже магнезиальная терапия, конечно, снимается только когда отсутствуют судороги, когда снижается возбудимость центральной нервной системы. Магнезиальная терапия, ну, по рекомендациям в современном зарубежном рекомендуется не больше 48 часов, хотя на самом деле магнезиальную терапию проводится намного шире и намного больше. Противопоказанием магнезиальной терапии является гипокальциемия, в день дыхательного центра, артериальная гипотензия и кахексия. Данный слайд это все равно остается актуальным. Единственное, что лобитолол в данном случае лучше поменять все-таки на бета-блокаторы, либо на ту же самую магнезию при гипергенетическом типе гемодинамики. Потому что, ну, можно, конечно, использовать уропедил, в принципе, как и рекомендуют современные протоколы, но тут уже на любителя хотя бы неплохой эффект все-таки достигает. Уропедил сам по себе это как препарат экстренной ситуации. То есть, в принципе, на экстренную ситуацию, да, он может эффективно работать, но лучше всего использовать все-таки препараты, которые снижают активность именно терраса в магнезии. Хотя в большинстве случаев на гипергенетических и гипергенетических гемодинамики хорошо работает метилдофа. Депикит. И она оказывает хороший эффект и очень хорошо работает. При гипергенетическом типе гемодинамики, особенно у пациенток с эндокринопатиями, очень неплохие показатели, были у клофелина. Клофелин сам по себе в этом случае наиболее эффективен. Зачем лечить гемодинопатии? Первая задача – это убрать параминальную причину. Извините, тут без инфузионной терапии мы не уйдем. Очень часто у нас возникали дискуссии по поводу состава инфузионной терапии. Основной аргумент, который говорят противники препаратов гидроксетилкрахмала, что они ведут к поражанию почек. Простите меня. Почему мы септических пациентов пытаемся свалить на всех? У них абсолютно другая физиология, у них абсолютно другая патофизиология. Мы не можем экстраполировать, так сказать, эффективность или неэффективность препаратов у септических больных на таких, как пациенты, именно с другими проявлениями. То есть, наша сейчас задача убрать гиповолюмию за счет подтягивания избыточных объемов из интерстиции. Извините, убрать отеки можно так, каким образом? Подтянув воду с интерстиции. Это легче всего сделать препаратами именно гидроксетилкрахмала, потому что, во-первых, у них получается реология, кроме после этого. Во-вторых, сами по себе препараты гидроксетилкрахмала в данном случае работают более эффективно. Мы проводили небольшое исследование. Исследование маленькое, я понимаю, это не для широкой практики, согласно которому ни у одной пациентки не развивалось явление острого поражения почек на фоне препаратов гидроксетилкрахмала. Поэтому, в принципе, при преэкламсиях, когда идет прерывинальная форма поражения почек, назначение препаратов гидроксетилкрахмала оправдано. Второе, что необходимо сделать, это назначить препараты периферические вазодилататоры, любые, в том числе и блокаторы кальциевых каналов дефидипин. Они сами по себе оказывают хороший эффект. При нефропоте, почему очень осторожно магнезию? Магнезия, вы знаете, это гиперосмолярный препарат. Насколько нам известно, одним из основных регуляторов осмолярности плазмы крови является именно почки. А так как идет поражение почек, то, соответственно, эффективность магнезии резко снижается. Поэтому, магнезию назначаем, но очень осторожно. Либо вводится с низкой скоростью, с маленькой, либо вообще, лучше маленькую скорость вручать. Салуретики назначаются только по жестким показаниям. Еще раз подчеркиваю, все салуретики лучше всего использовать, когда вы уже справились с проренальной формой. При эклампсии острого поражения почек. И необходимо просто немножко стимулировать диурез. Тогда салуретики более показаны. В остальных случаях желательно от них воздержаться. Сейчас мы поговорим о пациентках, интенсивной терапии пациентов с преимущественным поражением печени. То есть клиника печеночных проблем, о которых мы говорили. И тут могу сказать одно, что при нарастании, при угрозе проблем с печенью, то на первое место выходит экстренное родоразрешение. Оно может быть после подготовки, может быть без подготовки, но оно проводится. И пациенток с явлением печеночными проблемами, с явлением печеночной недостаточности лучше не тянуть. Ей лучше сразу закончить оперативным, либо любым путем. Но лучшее родоразрешение. При этом необходимо быть готовым, я подчеркиваю еще раз, быть готовым к развитию коглопатических кровотечений. Иммунопатии. Все иммунопатии, это, так сказать, равенство, экстренное родоразрешение. Экстренное родоразрешение, чем быстрее, тем лучше. И то в некоторых случаях лучше всего после этого провести, использовать экстракорпоральные методы детоксикации для того, чтобы убрать иммунные комплексы. Ну, пульс-дозы глюкокортикоидов не всегда эффективны. Тут могут быть различные дискуссии по этому вопросу. Но пока в общей практике пульс-дозы глюкокортикоидов остаются на первом месте. Преимущественное поражение системы гемостаза. Опять же таки, система гемостаза неинтересна. Почему мы, прежде чем лечить пациента, например, с артериальной гипертензией, проводим сначала контролируем артериальное давление. А систему гемостаза почему-то мы льем туда все подряд. Уважаемые коллеги, в конце концов, необходимо все-таки провести, посмотреть, а где проблема-то, в чем проблема. И потом уже применять препараты. Потому что, используя то же самое трониксамовой кислоты, это не панацея. Она не спасет от ДВС-синдрома. То есть, может быть, это процессы, связанные с нарушением формирования сгустка, тогда факторы свертывания. Может быть, это проблемы, связанные именно с формированием нормального сгустка. Тут уже другие проблемы. То есть, если у нас не формируется сгусток, то, соответственно, факторы свертывания крови обязательно. И желательно их комплекс, а не отдельные. Потому что, я очень сомневаюсь, в большинстве своих медучреждениях не всегда есть возможность провести дифференциальную диагностику на каком уровне, какие факторы и как их провоздействовать. Поэтому, прежде всего, при различных проблемах, связанных с формированием сгустка, лучше всего использовать комплекс факторов. С другой стороны, приводил пример недавно совсем, что пациентка поступала с тромбофилиями. То разговор, прежде всего, идет о назначении антикогулянтов для того, чтобы убрать это явление от тромбофилии. И тут, конечно же, уже не играет роли именно как образуется сгусток. Почему говорю о тромбофилии и ДВС-синдроме ставлю? Потому что одним из проявлений ДВС-синдрома является именно тромбофилия. Если у нас вопрос идет об лизисе сгустка очень активном, то тут на первом месте, конечно, ингибиторы протеации. Инфузионная терапия. Если мы собираемся проводить инфузионную терапию, пожалуйста, объем до 800 миллилитров в сутки. Тут написано литром, но на самом деле лучше всего 800. При этом желательно кристаллоиды используют минимально, чем меньше, тем лучше. Если используют кристаллоиды, то лучше используют полионные растворы. Если это разговор, это инфузионная программа при лечении поражения, именно лечении ДВС-синдрома. Или вообще, честно говоря, других процессов. Альбумин. Ну, альбумин, если честно, при экламсиях альбумин не показал того эффекта, который хотелось бы. Поэтому, в принципе, его используют. Но искренне сказать, что он ярко выражен. Еще один вопрос, который необходимо вспомнить, это профилактика регистресса синдрома новорожденного. Проводится он гексаметазоном по 6 миллиграмм каждые на часу. Курс до 24 миллиграмм. Повторно обычно он не проводится. Не используется и не проводится при клинических признаках тяжелой инфекции. Как у мать, так и у ребенка. Если поступает пациентка с подозрением на прекламсию, что необходимо смотреть? Прежде всего, необходимо смотреть общие анализы крови. Уровень тромбоцитов с гематокритом. Если у нас наблюдается гематокрит 40, например, и повышен больше 38. При этом с нормальным уровнем тромбоцитов. Представьте себе, что будет, если пациентку гематокрит выровнять до нормы. То тромбоциты могут быть снижены. Поэтому комплекс все равно необходимо проводить. Именно смотреть тромбоциты с гематокритом. Биохимический профиль. На первом месте выходит общий белок с фракциями. Можно говорить, главное, общий белок. Билирубин. Трансаминазы. Почечные показатели. Ну и желательно уровень элитролитов. Ставим статические кауглограммы. Хотел посмотреть, что из них и как. Особенно это пациентов с поражением печени. Необходимо смотреть протомбиновый комплекс. Необходимо смотреть другие факторы. И моча. Это как будто из невропатологов. Не раз говорю, что диски зрительных нервов это как отражение состояния головного мозга. Поэтому, пожалуйста, очень даже желательно, чтобы пациенткам, если особенно идет дифференциальная диагностика, если вырабатывается тактика ведения пациентки, то необходимо смотреть глазное дно. Чтобы мы могли определиться, насколько выражен отек. Если идет отек головного мозга, то, конечно, тут уже вопрос решается чаще всего оперативно. Консультация невропатолога, если есть проявления именно неврологической симптоматики. Очень рекомендуется записывать электрокардиограмму в последующей консультации терапевта. Эти рекомендации современные до сих пор остаются актуальными. Родоразрешения. Если идет разговор об консервативном родоразрешении, то рекомендуется все-таки проведение адекватной аналгезии. Наиболее оптимальным при консервативном родоразрешении является эпидуральная аналгезия. Аналгезия лучше проводить, можно начинать до даже развития родовой деятельности, чтобы потом контролировать не только аналгезию, но и контролировать уровень артериального давления, что вполне реально с использованием эпидурального катетера. Какие особенности проведения определенной эпидуральной аналгезии у пациентов с преликлом синий? Первое. Технические сложности при постановке катетера. Первоначально очень тяжело ориентироваться, как вы поставите или как вы пунктируете эпидуральное пространство, потому что общепринятые ориентиры, такие как потери сопротивления, висящая капля, в данном случае не работают. Почему? Ткани гидрофильные, воды там много. Во-первых, очень часто, когда проводится пункция, такое ощущение, что там вообще все одинаковое. Что связки, что мышцы, что любое состояние. То есть чаще всего очень тяжело провести диндификацию именно эпидурального пространства. Высящая капля почему не работает? Так оттуда еще больше сифонит воды, потому что вода в интерстиции воды навалом. Поэтому, наоборот, очень часто приходится дифференцировать с пункцией твердой мозговой оболочки. И еще одно, что неприятно, это нарушена ориентировка, повышенная масса тела, соответственно, технические сложности с ориентацией в таком уровне, как проводится. И кровоточивость. Без этого никуда, так сказать. Очень редко, но бывает, что снижена эффективность местных анестетиков. То есть с учетом развития ацидоза, и вы знаете сами, что согласно данным фармакологии, при ацидозе эффективность местных анестетиков снижается. Поэтому очень часто лучше всего использовать сочетание местных анестетиков с другими анальгетиками, такими, как, например, наркотические анальгетики. То есть, в принципе, нужно быть готовым к тому, что вам придется комбинировать. Следующее, что необходимо помнить, что выраженный уровень гиповолемии. И, соответственно, преинфузия нежелательно, потому что преинфузия проводится кристаллоидами. Если вы проводите преинфузию, то лучше всего это проводить коллоидами. И очень большой риск развития артериальной гипотензии именно на фоне анальгетии местными анестетиками. Поэтому, в принципе, не забывайте, что давление может сильно упасть. И придача ко всему напоследок еще и потенциирования гипотензийных препаратов, которые принимаются во время беременности, именно с местными анестетиками, когда проводится проведенная педральная анальгезия. Поэтому, когда у нас разговор идет об оперативном родоразрешении, то необходимо четко помнить, что спинальная анальгезия и анестезия очень эффективны. Но в некоторых случаях желательно от нее воздержаться, либо проводить очень осторожно и быть готовым к тому, что давление очень сильно снизится. По собственному опыту скажу, что лучше сочетать спинальную анестезию и спреинфузию именно коллоидных препаратов. В данном случае лучше на первое место уже выходят препараты желатины, потому что они менее действуют на систему гемостаза. Теперь коротко поговорим об эклампсии. Коротко, потому что, в принципе, тут уже мероприятия больше очень выражены, очень выражены, так сказать, интенсивной терапией, но они идут. Какие симптомы маркера высокого риска развития эклампсии? Эклампсия, вы знаете, это судорожный синдром. То есть, скажу по собственному опыту, что эклампсия, зрелище довольно-таки очень неприятное, волнующее, будем говорить так. Какие маркеры высокого риска развития эклампсии? Прежде всего, это сильная головная боль. Причем не затылочно-теменной, а именно в височной области. Сразу словно в височной области. Головная боль может быть центральная, может быть в любой локализации. И головная боль обычно сочетается с высокоартериальным давлением. На фоне этого может развиться тошнота с работой, мельканием ушек перед глазами. То есть, то, что обычно мы с вами привыкли. Согласно рекомендациям, основная цель приказания экстренной помощи – это прекращение судорог. Сколько сталкивался с пациентками с явлениями эклампсии, никому не удавалось на фоне клоникотонических судорог освоить вену периферическую, центральную общую молчу. То есть, в принципе, на первое место выходит именно восстановление проходимости дыхательных путей. Потому что тут это основное. Если есть вена, то там есть шансы, что вы введете препараты, которые рекомендуются, то есть магнезию. Или любые антикорвульсанты, которые есть. Чаще всего мы все-таки используем тепенталнатрия. Но первое – это восстановление проходимости дыхательных путей и недопущение сильного прикуса языка, потому что это может привести к неприятным последствиям. После ликвидации судорог – это профилактика повторных судорог, устранение гипоксии, создается доза, профилактика аспирационного синдрома и, конечно же, экстренное родоразрешение. При судорогах – сколько магнезия? Ну, это вообще известная практика. Это на современном этапе очень давно рекомендуется вводить 16 мл 25% магнезии в течение 5 минут. Далее идет поддерживающая доза 1-2 грамма сухого вещества с контролем гемодинамики. Если судороги продолжаются, добавляется магнезия или добавляется диазепам, у нас сипозон нашей практики – 10 мг. Но лучше всего изначально использовать пенталнатрия и потом уже проводить магнезиальную терапию. Хотя на самом деле на современном этапе рекомендуется начинать все-таки с магнезии, хотя очень спорные моменты и очень много спорных моментов, но тут иногда лучше все-таки знать, что на самом деле делать лучше. После остановки судорог – катаризация мочевого пузыря. После судорог. На фоне судорог мочевой пузырьник выкатаризировать сможем, это однозначно. Обеспечение проходимости дыхательных путей. Дыхательным путем проходимость обеспечивается санация и подача кислорода. Когда у нас закончились судороги, и пациентка находится даже, может быть, в сознании, может быть, без сознания, все равно все манипуляции, любые манипуляции, и влагалищные исследования, и просто осмотр, лучше проводить под анестезией. То есть пациентка должна быть адекватной и очень радикально обезболенной, так сказать, протокол образа выражения – радикально обезболенной. Поэтому не нельзя сказать, что прямо уж так. Но все манипуляции, особенно пушевские манипуляции, проводятся под анестезией, подчеркиваю. Ну а в дальнейшем уже проводится интенсивная терапия, особенно которая направлена на контроль и ликвидацию электролитных нарушений, нарушениям белкового обмена, нарушениям кислотно-останового состояния и так далее. Ну и тут не надо забывать, что если больше 30 миллионов продолжает судороги, то это уже идет как экологический статус. После окончания, после проведения интенсивной терапии с антиконвульсантами, рекомендуется, очень рекомендуется провести лабораторный контроль обязательно. Это как биохимический, так и общий анализ крови с тромбоцитами. Биохимический – это то, что показатели все берутся, и плюс, придачи ко всему берутся к эколограммам. Обязательная консультация, смотра глазного дна с консультацией невропатолога. Вот тут невропатолог выходит на одно из ведущих мест, но они требуют сначала контроль глазного дна. И уже непосредственно самим пациентам рекомендуется мониторинг артериального давления и контроль диуреза. Все это регистрируется в истории родов. Причем регистрируется в истории родов ежечасно. Одним из ключевых моментов, которые необходимо запомнить, это искусственная вентиляция легких. Когда у нас показана искусственная вентиляция легких? Это когда развивается эклампсия во время беременности, кома экламптическая, либо статус, респираторный дистресс, синдром взрослых, судорожная готовность на фоне поверхностной анестезии. У нас было пациентки, которые при снижении дозы седативных препаратов проявлялась, ну судорожная готовность сейчас нет такого понятия, но проявлялась и готовность к развитию судорожных. Хотя какая разница, я до сих пор понять не могу. Но начинали поддергиваться, начинали проявления, некоторые проявления клонических судорог. Поэтому пациентку сразу же углубляли анестезию и проводили дальнейшая вентиляция. Сочетание при эклампсии и эклампсии с шоком любого генеза является показанием абсолютным для искусственной вентиляции легких. Относительные показания, извините, пожалуйста, это прогрессирование острой кровопотии и кровопотери во время операции больше 15 литров на килограмм. ИВЛ в этом случае лучше продолжает до стабилизации своих показателей. Параметры ИВЛ. Режим нормы вентиляции, либо слабенькая, неумеренная гипервентиляция, слабая, можно сказать. Почему? Потому что иначе нарушается, если выраженная гипервентиляция, то идет нарушение мозгового кровотока. И при отсутствии судорог ИВЛ проводится в режиме синхронизации до полного восстановления сознания и спонтанно-адекватного дыхания. Критерии прекращения искусственной вентиляции легких. Полное восстановление сознания. Тут спорный вопрос. На самом деле, эта рекомендация, конечно же, есть, но, извините, экстубировать на поле полного сознания тоже действительно очень сложно. С другой стороны, очень не затратно. Почему? Потому что пациентка может очень неадекватно среагировать на наличие у себя интубационной трубки во рту. Отсутствие судорога или судорожной готовности, стабилизация гемодинамики и стабилизация гемодинамики. Также остальные все показатели. Когда искусственная вентиляция не проводится? Первое. Когда у нас судороги возникли на подвлияние чрезвычайных стимулов? На фоне схваток, потуха или в послеверодовом периоде. Ватеральное давление во время приступа не превышает 170 на 100 мм. ступного столба. Отсутствует особо арахноидальное кровоизлияние. При этом отсутствует неврологическая симптоматика. Тактика введения спайклом сии. Первое место. Седация. Обязательная седация. Седация проводится геоседативными препаратами, такими как то же самое. Лучше всего использовать наркотические энергетики. В этом случае обязательно. Особенно на фоне, когда проведено оперативное разрешение экстренное. Ну и другие. Ну и магназиальная терапия обязательно проводится. Тоже наказана эффективность. В этом случае очень эффективна. Инфузионная терапия. Объеме до литра. От себя скажу, что обычно литр мы никогда не доводили. Обычно 400, 500, ну до 800 мл. Больше не надо. То есть идет реструктивный тип инфузионной терапии. Если пока знают оперативное разрешение, то категория ургентности, пептофония, конечно же, первая. При лечении экламсии, при лечении пациентов с экламсией, постмодиуретики не используются. В этом случае наиболее эффективны являются каллоидные препараты. Когда проводится разрешение, сразу после литридации судорог, на фоне постоянной инфузии, магнезии и гипотензивных препаратов. При развитии судорогов, при экламтическом статусе, когда у нас продолжаются судороги, пациенту, честно говоря, очень тяжело, но все-таки переводится на ИВЛ, то есть пациентка интубируется, и там уже дальше занимаемся оперативным разрешением. ИВЛ продолжается до тех пор, пока есть необходимость. Про ИВЛ мы выше уже говорили. Магнезиальная терапия после родоразрешения продолжается не 48 часов, в некоторых случаях доходила до 3-4 суток, в зависимости от показателя. Методом анестезии при экламе родоразрешения оперативным на первое место по Лукасу рекомендациям идет, конечно же, тотальная внутривенная анестезия ИВЛ. И тут, согласно рекомендациям современным, в данном случае написано, что артериальное давление больше 190 на 130, на самом деле, когда артериальное давление даже 170 на 110, мы применяем фентанил. Фентанил до 100 микрограмм на индукцию в сочетании с теопенталом натрия. То есть, это вопрос уже идет оба сохранности самой женщины. В современном наказе это все указано. Инфузионная терапия в данном случае по рестриктивному типу, подчеркиваю, рестриктивный тип. Соотношение колода с кристаллоидами один к одному. Наиболее оптимальное соотношение один к одному. Плазма по трансфузе проводится только если есть угроза кровотечения. Послеоперационном периоде обязательно плановая аналгезия наркотическими аналгетиками. Наркотики обязательно используются. Сколько раз это зависит от того, какой наркотический аналгетик используется. Кроме наркотиков обычно променяются нестерольные противовоспалительные средства. Магнезиальная терапия продолжается как во время родородышения, так и в постоперационном периоде. Разговоры о том, что магнезия может расслабить матку в данном случае не учитываются. Грузионно-транспузионной терапии, еще раз подчеркиваю, рестриктивный тип обязательно. Контроль витальных функций обязательно. Контроль деятельности центральной нервной системы обязательно. контроль кровотечений тоже обязательно, то есть высокий риск развития кровотечений. Прогулопатически, как я уже говорил и не раз подчеркивал это, поэтому необходимо контролировать систему гемостаза. И еще очень существенная деталь. Если у пациентки выраженная тромбоцитопения или тем паче тромбоцитопатия, желательно, даже необходимо отказаться от подкожных внутримышечных инъекций. Все манипуляции, все препараты вводятся внутривенно. Почему? Потому что тромбоциты плохо работают и высок риск развития имя тромбоцитопатических кровотечений. Гипотензийная терапия. Обычно продолжается прием допегита. Если разговор шел об плановом приеме нефидипина, то нефидипин назначается, в меньшей степени влияет. То есть если пациентка до операции получала допегит в плановом порядке, то необходимо продолжать его во избежание подъема артериального давления, потому что резко допегит отнять нельзя. И обязательно проведение тромбо-профилактики. Тромбо-профилактика это низкомолекулярный гепарин назначается через 8-10 часов после окончания операции при адекватном хирургическом гемостате. Подчеркиваю. Но не раньше, чем 8-10 часов. И не позже. Потому что позже могут быть и смыслы уже нету. Доза препарата подбирается в зависимости от выраженности и степени риска травматических осложнений. Обычно используется профилактическая доза низкомолекулярных гепаринов в среднем где-то около паеноксопарин 20, миллиграмм эндропарин 0,3. Больше у нас смысла нет. И либо при высоких дозах, при высоком риске, то обычно используется надропарин где-то 0,6, а нацопарин 40, 80 миллиграмм. Одно кратное введение обычно используется. Следующее, что необходимо помнить, что продолжительность гепаринотерапии не менее 10 дней. Ну, не 7-10 дней, то это самый идеальный случай, обычно 7-10 дней. Ну, не меньше. А то у нас получается, что 3 дня получила, и все бросили. На самом деле, в данном случае, при высоком риске тромбопрофилактики, необходимо проведение гепаринотерапии неделю минимум, не меньше. Если сохраняется фактор риска тромбозов, то лучше продолжать антикогулянтно-профилактиками препаратами, другими препаратами, невероятно низкомолекулярными. В этом случае можно переходить на гепариноиды тоже самое. То есть, тромбопрофилактика при экламинотерапии, при экламси, обязательно. Контроль гепаринотерапии, ну, это общеизвестные факторы. Я понимаю, что они устарели, но, к сожалению, в нашей практике другие редко когда у нас используются, поэтому, в принципе, пока еще активность 7-го, 10-го фактора, 2-го, 10-го фактора, извините, у нас мало доступна. Поэтому, хотя бы активность частично тромбопластиновое время. Больше тут, к сожалению, другого ничего не будет. Спасибо за внимание. Продолжение следует...